Итак, добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу ответить на самые частые вопросы, которые вы мне задаете в различных источниках. Итак, первый вопрос. Чем видео школы отличаются от видеокурсов? Второй. Если есть бумажная книга, нужны ли видеоматериалы? И третий. Краткое содержание каждого учебного видеопродукта. Итак, вы на канале Галина Коломейко. Кройка и шитье. На сайте kolomeyko.ru главная страничка выглядит вот таким образом. Безлекальный метод кроя Галины Коломейко. И внизу красная кнопочка «Видеошкола». Вы на нее кликаете и попадаете в видеошколу. Что же это такое? Это 27 видеозанятий. Записи занятий все перечислены вот таким образом. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. 27 занятий. О чем они? Они прежде всего о том, что нужно знать для того, чтобы на первых порах научиться обязательно хорошему точному ручному крою. И обыкновенным, самым примитивным, самым простым навыкам моделирования, чтобы можно было любой фасон сшить. И здесь больше теоретического материала. Я считаю, что видеошкола, так же, как и бумажная книга, которая сегодня называется «Кройка и шитье», еще раньше она называлась «Большие и маленькие секреты кроя и шитья», а еще раньше «Шьем быстро и просто». Это все те источники, которые позволяют сделать первый шаг. И не просто его сделать, а сделать его очень вдумчиво, очень внимательно и очень качественно, чтобы у вас шла не только знание, но и отработка полученных знаний, формирование определенных навыков в этой профессии, в профессии конструктор, закройщик, портной. Здесь больше теории. То есть, да, мы говорим о практике, мы часто туда переходим, потому что невозможно отделить теорию от практики, но мы не завершаем, не рассказываем о процессе шитья от начала до конца какого-то конкретного определенного изделия. И этим как раз занимается другой мой информационный продукт – это видеокурсы. То есть, если вы кликаете не на видеошколу, которая, я считаю, является первой ступенечкой в вашем познании, а видеокурсы являются второй ступенечкой в вашем познании, потому что здесь больше практики. Это набор видео по определенной тематике. По определенной тематике. Посмотрите, например, вот перед вами перечень всех видеокурсов, которые сегодня есть на сайте. Это и строим идеальную выкройку, где рассказывается, да, в какой-то мере это дублируется история про виде, рассказанное вам ранее в видеошколе. Но она дублируется немножко другими словами. И если там мы работаем в масштабе 1 к 4, строим в тетрадке, пользуемся маленькими лекалами, что бывает для некоторых не очень удобно, да, то здесь мы работаем с большими выкройками в натуральную величину, в натуральном масштабе. И здесь, возможно, кому-то из вас будет более доходчиво и понятно, передано самое начало. Вот именно в этом курсе строим вашу идеальную выкройку. Я считаю ее главной, потому что именно вот этот вот курс, он раскрывает всю суть моего способа кроя, который я условно называю безликальным. Потому что когда вы его осваиваете, вы имеете возможность делать это очень быстро и совсем не обязательно для того, чтобы раскроить вещь, делать эту выкройку на бумаге. То есть когда вы его понимаете и применяете вот эти все приемы, которые я рассказываю именно в первом вот своем видеокурсе, да, вы можете спокойно и легко делать это сразу на ткани. Также хочется сказать, что именно здесь мы раскрываем и самое главное для многих из нас. Это технику построения безупречной идеальной выкройки на самые необыкновенные фигуры. То есть здесь происходит и классификация фигур, и то, как это применить, как использовать, как изменить вашу выкройку для того, чтобы она села на вас сразу хорошо и не требовала никаких подгонок, заколок, переделок и всего такого прочего. То есть это погружение очень глубокое, очень подробное и очень лекальное, повторяю еще раз, натуральную величину. Затем второй курс, чьем ваше плечевое изделие на примере жакета. Я вам показываю, здесь нет деталей подробных кроя, да, но зато есть весь пошив. Что пошив делится на 12 этапов, на 12 частей, начиная, раскроем и заканчиваем пришиванием пуговиц. И здесь вы их наглядно все видите. Здесь же опять идет упор на все тонкости, детали, мелочи, подробности такого блока, как осноровка, например, многие его не знают. Считаю его крайне важным, нужным и полезным для того, чтобы ваш цикл замкнулся. Вы научитесь строить выкройку, а создав выкройку, вы будете на примере вот этого курса, будете учиться правильно шить любое ваше изделие. Потому что не важно, что у вас в работе, брюки, платье, блузка, юбка или пальто, все они проходят одни и те же этапы. Вот это тоже костяк, основа, если хотите, самое-самое главное. Третий курс. Кроим сразу на ткани. Здесь опять же сразу на ткани, вживую, в нормальном масштабе. Я показываю, как мои приемы кроя применить вот в этом процессе. Но я не советую покупать сразу этот курс новичкам, потому что все-таки нужно поближе познакомиться с самой сутью моего способа. Тогда вам крой сразу на ткани станет просто очевидным, легким, доступным и понятным. И вы очень быстро начнете его применять. Шьем жакет на подкладке. Нельзя, конечно, обойти тему подкладки, изделий на подкладке. На примере жакета на подкладке я опять же показываю, рассказываю, как это можно сделать в плаще, в пальто, в каких-то платьях на подкладке и так далее. Потому что изделия на подкладке, они требуют немножко другой технологии. Но, тем не менее, они все точно так же проходят через наши 12 шагов. Пятое. Это сборник брюки от Адая. Вы можете купить его целиком и будет скидка. Можете покупать отдельно. Вот тут представлено 5 возможностей, 5 разных блоков, которые есть в этом сборнике. И у вас тоже будет представлено, как сшить. То есть и строим выкройку женских брюк, и моделируем их, и комбинезон, и строим выкройку мужских брюк, строим выкройку мужских брюк большого размера. И, конечно же, шьем брюки. Вот здесь я почему-то его упустила, но, тем не менее, технология пошива брюк, которая проходит через все 12 шагов, она тоже здесь у нас показана. Надо на сайте это увидеть. Дальше. Шьем платье без выточек. Есть такой небольшой мастер-класс, что ли. То есть это закончено. Мы берем очень простой фасон платья, строим выкройку, снимаем мерки, строим выкройку. И по ней можем шить совершенно разные какие-то платья. И домашние простые, и отпускные какие-то, и пляжные, и туники, и короткие топики, и длинные, наоборот, с разрезами, и с валанами, с оборками, или без них, или с кокетками и так далее. То есть очень хороший, интересный курс. Шьем домашний брючный костюм. Просто пользуется огромным успехом. Те девочки, которые его купили, приобрели, они сейчас все общаются у нас в швейном клубе в Телеграм. Они просто забросали нас своими работами, потому что шьют и детям, и себе, и знакомым, и на заказ, и мужчинам, и всем-все-всем на свете. Хотя они нашили очень много различных домашних костюмов, как из футера, так и из любых других материалов. Шьем топ без рукавов с нагрудной выточкой. Усложняется уже наша задача. Мы вводим в построение нагрудную выточку. И пробуем с помощью вот такой выкройки сделать платьица без рукавчиков, например, или топики, или блузочки какие-то, но пока без рукавов. Следующий курс – это шьем платье с цельнокрайенным рукавом. Очень интересный курс. Посмотрите, я думаю, что он вам понравится. И, конечно, мы не могли обойти вниманием наших детишек. У нас снят курс по тому, как шить платье для детей. Причем, используя материалы курса, вы можете шить как на самых крохотных и маленьких, так и на средний возраст, и на наших подростков. Где не требуется нагрудной выточки, где не требуется какого-то вот такого взрослого кроя. Потому что, если девочка у нас хоть и не очень взрослая, но она имеет хорошие формы, мы уже, конечно, пользуемся нормальной выкройкой для женского платья. Вот такое краткое содержание вот этих вот видеокурсов. Я считаю, это практика, нужно их покупать во вторую очередь. Когда у вас есть конкретная цель – шить что-то конкретное. Потому что здесь рассказывается подробно и о пошиве. Продолжение следует... Продолжение следует...